Библейский портал экзегет.ру представляет Книгу описывается, как после падения Вавилона, после того, как персы и медиане захватили этот город и новую мировую державу уже будут возглавлять они. И, в частности, царь Кир сразу позволяет, и не просто позволяет, а даже рекомендует, настаивает на том, чтобы иудеи вернулись в Иерусалим, отстроили храм. Для него, может быть, это такая мера, скорее, политического рода, чтобы иудеи не бунтовали, во-первых, не держали на него какой-то обиды, а во-вторых, чтобы, ну, и помолились за него, в конце концов, хоть он язычник, но ему это не помешает. И, кроме того, он совершает такой символический жест, да не только символический, щедрости. Он передает все сосуды богослужебные, взятые некогда из Иерусалимского храма, переселенцам, которые возвращаются туда, в Иерусалим. А вот их перечень, это, собственно, и есть вторая глава. Приготовьтесь к большому количеству имен и чисел. Ну, надо прочитать. Во главе живших в нашей области переселенцев, интересно, автор говорит уже от первого лица, то есть он там с ними находится, и, судя по всему, очевидится, потому что очень подробно, которые были некогда изгнаны в Вавилон, царем вавилонским Новохадоносором, но возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город, выступили Зрубавель, Яшуа, Нахемья, Сырая, Реалая, Мордыхай, Билшан, Миспар, Бигвай, Рахум и Баана. Вот, собственно говоря, организационный комитет переселения обратно. А вот и исчисления израильтян, отправившихся вместе с ними. 2172 из рода Пороша, 372 из рода Шефтаи, 775 из рода Араха, 2812 из рода Пахат Муава, из потомства Яшуа и Юава, 1254 из рода Элама, 945 из рода Затту, 760 из рода Заккая, 642 из рода Бани, 623 из рода Бивая, 1222 из рода Азгады, 666 из рода Адоникама, 2056 из рода Бигвая, 454 из рода Адина, 98 из рода Атера, то есть языки, 323 из рода Бецая, 120 из рода Иоры, 223 из рода Хашума, 95 из рода Геббара, 123 из рода Вифлеема, 56 человек из Гнетофы, 128 человек из Анатоты, это уже пошли не имена, а географические названия, ну, кто там живет. Либо по общему предку, люди исчисляют свое родство, либо по общему месту проживания. 42 человека из рода Азмавита, 743 из рода Кирьят и Арима, Кефира и Бейрота, 621 из рода Рама и Гевы, 122 человека из Мехмаса, 223 человека из Бейтели и Аиаи, 52 из рода Нево, 156 из рода Макбиша, 1254 из рода Инова Илама, то есть Илама это страна такая, между речью, а есть еще, очевидно, совпадающее название какого-то израильского рода. 320 из рода Харима, 725 из рода Лода, Хадиды и Оно, 345 из рода Ерихона, 3630 из рода Сенаа. Зачем эти все имена? Ну, вот что нам очень важно знать, что из рода Сенаа было 3630, а из там Инова и Лама 254, а не наоборот. Мы даже не знаем, кто это такие. И больше эти имена, наверное, нигде не встречаются, большинство из них. Да, конечно, для нас это скучно, но вот для людей того времени это было невероятно важно. Вот в чем отличие великой и жестокой империи Вавилона от народа Божьего? Эта империя мыслит, как сегодня принято говорить, геополитическими категориями, да, там, переселить народ из одной страны в другую, разрушить город, построить город, там 100 тысяч туда, 100 тысяч сюда, это все такие вот государственные идеи. А вот здесь конкретно каждый человек в своем роду. И израильтяне, которые это читали, они помнили, кто из какого рода, они знали. Вот как сегодня там в Америке, кто переселился в Америку на Майфлаву и плыл, его потомки очень этим гордятся, да, кто когда приехал откуда, если это древние, конечно, истории. Вот так и здесь. Крайне важно, что все посчитаны, крайне важно, что лишних нет. Нет вот этого счета там тысячами туда-сюда, а есть конкретика, когда вот кто-то откуда-то переходит, возвращается к себе в родную страну. Дальше отдельно перечисляются священники, то есть те, кто будет в последующем служить в храме. Еще и храма-то нет, но они уже отдельно, как богослужебные сосуды в предыдущей главе были выделены и принесены туда до того, как, собственно, появилось место, где они могут использоваться. Священники. 973 из рода Едаи из дома Иешуа, 1052 из рода Имера, 1247 из рода Пашхура, 1017 из рода Харима. Левиты, ну, то есть помощники священников, которые не совершали самостоятельно жертвоприношение, но в основном делали все остальное. Левиты 74 из рода Ишуи, Кадмиэля, потомки Хадавии. Немного за левитов, потому что, ну, чего там левитам ждать, когда ничего еще нету, да, священники хотя бы жертву будут приносить, а эти пока особо без дела останутся в непостроенном храме. Певцы 128 из рода Асафа. Потомки привратников, род Шалома, род Атера, род Талмона, род Акува, род Хатиты, род Шуваи, всего 139. Тоже певцов и привратников не очень много, но привратникам для них ворот нет и не скоро будут. Певцы, наверное, могут петь, но все равно вот торжественного храма богослужения еще они не увидят, увидят не скоро. Храмовые служители, ну, то есть те, кто исполнял всевозможные хозяйственные работы, храм, это же большой все-таки комплекс, род Цихи, род Хасуфы, род Табаота, род Кироса, род Сиахи, род Падона, род Ливаны, род Хагавы, род Акува, род Хагавы, род Салмай, род Ханана, род Гидела, род Гахара, род Реаи, род Рецин, род Некуды, род Газама, род Узы, род Пасеаха, род Бесаи, род Асны, род Меуним, род Нефусим, род Бакбука, род Хакуфы, род Хархура, род Бацлуга, род Мехиды, род Харши, род Баркосы, род Сесеры, род Темаха, род Нецеяха, род Хатифы. Скучный список. А вы знаете, люди до сих пор в некоторых частях света живут этими понятиями. Если вы поговорите, например, с бедуинами, которые живут там в Северной Африке, на Синае, государство Израиль, там же все отлично помнят, кто какого рода. Вот они столетиями там живут, и прекрасно помнят, какие отношения между родами, кто дружит, кто соперничает, кто откуда жену взял, кто на прошлых состязаниях по скачке на верблюдах взял первый приз, какой род, да? Вот они тоже здесь все перечислены. То есть божественная история народа Божьего, она не есть история каких-то абстракций. Это конкретные люди на своей земле, вот они возвращаются на свою землю. Потомки Соломоновых служителей, ну, видимо, какая-то особая категория, которые получили при Соломоне свое служение. Род Сотая, род Соферета, род Перуды, род Ялы, род Даркона, род Гиддела, род Шефатии, род Хатила, род Похерета Циваимского, род Ами. Всего храмовых служителей и потомков Соломоновых служителей было 392. Совсем немного, по 2-3 человека от некоторых родов, наверное, да? Ну, по 20 максимум, чтобы 392, а тут длиннющий список. Но, тем не менее, они представляли каждую свою группу. Неважно, сколько вас, 2000 или 2. Важно, что вы есть, важно, что вы осознаете, кто вы. Пришли также люди из Тал-Малаха, Тал-Харши, Кирова, Адана и Эмера. Но они не смогли доказать, что их отеческие роды принадлежат к Израилю. 652 человека из рода Делаи, рода Тави, рода Некоды. То есть, некоторые, ну, всегда, вот, границы этнические, они нечеткие. Вот некоторые люди на окраине. То ли они израильтяне, то ли нет. Кто-то в роду был израильтянином, а может быть и нет. Пошли ли они с ними, непонятно. Но, по крайней мере, вот тут объяснено, как все это выяснялось. Среди потомков священников род Хаваи, род Хакоса и род Барзилая, потомки человека, взявшего в жены дочь Барзилая Геладского, откуда его родовое имя. Этот самый Барзилай, он в истории о Давиде играет важную роль. Он помогает Давиду, когда тот бежит от своего сына в Шалома. Искали родословные записи о себе, но не смогли найти, а потому были исключены из числа священников. Стало быть, то, что они израильтяне доказано, а то, что священники нет. И вот все помнят, кто чей потомок, а главное, есть записи. Если их нет, то священникам быть нельзя. Священство в Ветхом Завете – это наследственная вещь. Повелитель, то есть, очевидно, тот, кто возглавляет это переселение, запретил им вкушать самые священные жертвы, доколе не появится превосвященник, суримым и тумимым. Имеется в виду, чтобы совершить какой-то обряд, узнавание божьей воли о них. Как считать их священниками или нет? Вот пока нет, но на всякий случай воздержимся. Смотрите, что они делают первым делом? Они создают списки, чтобы включить всех, кто был, и чтобы исключить всех, кто либо не был, либо сомнительно принадлежит к израильскому роду. Вот для того, чтобы восстановить все, надо сначала построить ограду. Стройплощадку всегда огораживают. Всего собралось 42 360 человек, помимо 7 337 рабов и рабынь. Соответственно, они не входят в народ божий. А еще двух сотен певцов и певиц. Непонятно, почему они отдельно. Ну, возможно, какие-то не израильтяне, а, скажем так, профессиональный обслуживающий персонал. При них было 736 лошадей, 245 мулов, 435 верблюдов и 6720 ослов. Ну да, то есть так довольно много. Хотя не каждому явно хватило по животному. Некоторые из старших в роду пришли к храму Господню в Иерусалиме и внесли пожертвования на восстановление Божьего храма на прежнем месте. По своему достатку они внесли в сокровищницу на восстановительные работы 61 тысячу драхм золота, драхма от единицы веса, но и впоследствии монета. 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одеяний. Священники, левиты и кто был из простого народа, а также певцы, превратники и храмовые служители поселились в своих городах. Весь Израиль жил по городам. То есть, вот смотрите, храм еще не восстановлен, но его восстановление возможно тогда, когда народ селится на своей земле и начинает упорядоченно жить. Вот народу нужен свой храм. Пока этого храма нет, но он, безусловно, будет. И как, собственно говоря, начинается его восстановление, мы прочитаем в следующей, третьей главе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok